Моя фамилия Малик, зовут меня Дмитрий Олегович, я майор милиции, сотрудник областного управления милиции Харьковской области. По данной ситуации могу пояснить следующее. На сегодняшний день в Липецком отделе милиции, который находится на территории Харьковского района Харьковской области, открыто уголовное производство номер 12 015 22 043 30 27 84 по статье 177 Уголовного кодекса Украины. В данном автомобиле перевозятся, по нашему мнению, по нашему предположению, запрещенные вещества, а именно пестициды, реализация которых запрещена на территории Украины. В настоящий момент в данном автомобиле находится пестицид под названием Кайзер, реализация которого запрещена на территории Украины. Основным составляющим препарата Кайзер является формула теми таксам. Данная формула запатентована и исключительными правами на нее владеет компания Сингента. По той информации, которую располагаем мы, а также по тому заявлению, которое было написано на адрес милиции компании Сингента, компания Сингента никому не надавала право на использование данной формулы при изготовлении каких-либо химических препаратов. Тем самым оставляет за собой исключительное право на его использование. В настоящий момент данной компании нанесен, по нашему данным, как материальный, так и моральный ущерб. В настоящий момент была вызвана следственно-оперативная группа для того, чтобы у нас задокументирован факт нахождения в данном автомобиле вышеуказанных пестицидов. Однако, по непонятным причинам до сих пор этого не сделано. Хотя в материалах дела фигурирует заявление непосредственно компании. Они ссылаются на статью 177 Уголовного кодекса. Они просят обеспечить сохранность груза. И просят обеспечить, не допустить реализацию его на территории Украины. Также непонятно, является ли данное вещество безопасным для жизни и окружающей среды. По нашему мнению и по мнению Липецкого райотдела, открыта статья 227 Уголовного производства, которая гласит о том, что введение в обеих небеспечной продукции заборонено на территории Украины. Согласно заключению стандартизации метрологии, данная продукция, которая находится в автомобиле, запрещена реализацией согласно статье 15 Закона о защите прав потребителей. Эта история длится уже не первый день. Где-то 3 недели, может быть 4 недели назад, я точно сейчас не могу подсказать, но это все можно проверить. Данный автомобиль был задержан сотрудниками ГАИ. Именно этот автомобиль с этими номерами и в нем находился данный груз. Водитель показал сопроводительный документ, который как впоследствии установилось, было установлено, является поддельным. О чем также внесено в единый реестр 358 статья Уголовного кодекса, то есть подделка документов. Согласно ответу с налоговой, который мы получили, печать, которая находится на данном документе, никогда не выдавалась. Номер КПО там поддельный, названия организации такой не существует. На основании этого данный груз был изъят, на следующий день в Харьковском суде было подтверждено его изъятие, то есть признано законным. Через некоторое время, по непонятным нам причинам, на данный груз было отменено постановление об аресте. И в рамках расследования уже статьи 227 судом было указано на возврат данного груза. Решение суда было это исполнено сотрудниками Липецкого райотдела. Данный груз был возвращен к компании, которая заявляет, что данный груз принадлежит ей. После чего было погружено в этот же автомобиль, и данный груз выехал с территории райотдела. Впоследствии он был остановлен нами, совместно с сотрудниками ГАИ, так как нам известно, что в Липецком райотделе открыто уголовное производство по статье 177. Также в заявлении от правообладателей непосредственно указан данный автомобиль и указан непосредственно данный груз. Данный груз, насколько я помню, упакован в 125 ящиках. В каждом ящике находятся по 4 5-литровые баклажки. В момент остановки данного автомобиля, 4 недели назад, опять-таки, насколько я помню, данный автомобиль двигался по направлению с территории Российской Федерации. Был сопроводительный документ, была поддельная товаро-транспортная накладная. Это установлено уже? Поддельная, да. Был дан запрос в налоговую, оттуда получен ответ, что печать поддельная, да. Есть уголовное производство по статье 1358, оно открыто, оно не закрыто. Населенный пункт был Стрелечи, который находится в непосредственной близости от территории границы Российской Федерации. Также хочу сообщить, что в настоящий момент и водитель, и представитель компании отказываются открыть автомобиль для того, чтобы предоставить к осмотру и показать, какая продукция там находится. Но я могу с точной уверенностью заявлять, что там находится именно та продукция, которая была изъята, так как непосредственно я видел, как сегодня вот этот автомобиль, данная продукция загружалась на территории Липецкого райотдела. И у меня есть все основания на 100% полагать, что именно это та продукция, которая, согласно заключению метрологии, не имеет права реализовываться. Это та продукция, которая перевозилась при использовании поддельного документа. И это именно та продукция, о которой просит правообладатель компания Сингента наложить арест и принять меры к невыпуску данной продукции для реализации на территории Украины. Насколько я понимаю, я надеюсь, что следствие в этом разберется, наверное, все-таки запрещено перевозить пестициды и любую агрохимию в необорудованном автомобиле, непредназначенном, который не имеет при себе ни санпаспорта, ничего. Это просто вредно и может нанести в чем. Мы даже можем рассматривать этот вариант. Не дай бог произойдет ДТП, и данный автомобиль перевернется, и данный груз вылится. И что может произойти с окружающей средой? Липецким отделом милиции было открыто уголовное производство по ст. 358 и ст. 227. Следователь неоднократно обращалась в суд с ходатайствами об аресте данного имущества. Судом в аресте данного имущества было неоднократно отказано. О чем свидетельствует определение суда? Согласно ст. 173 УПК Украины, в случае, если суд отказывается в наложении ареста на имущество, имущество подлежит немедленному возврату собственнику, что и было сделано следователем Ужвенко, Липецкого отдела милиции. После того, как арестован временно изъятый товар в рамках уголовного производства, был загружен в данный автомобиль, Мерседес-Бенц, государственный номер 243-38, и выехал с территории райотдела. Где-то через километр мы были беспричинно остановлены работниками ГАИ. Фамилии у меня записаны. Причину остановки они не пояснили. Спустя две минуты подъехали работники областного управления по борьбе с экономическими преступлениями, которые пояснили, что якобы существует какое-то уголовное производство. Они усматривают, что здесь совершается преступление, и они задерживают данный автомобиль. При этом я хотел бы отметить, что согласно статье 40.41, оперативные работники могут совершать следственные действия и иные действия только после получения письменного поручения следователю. Данное поручение предоставлено нам не было. Каких-либо доказательств существования уголовного дела также предоставлено не было. Липецкий райотдел находится в километре, и если бы оно действительно существовало, не проблема взять вытяг и привезти его сюда, и действовать в рамках УПК. Сейчас работники областного БЭП подменяют с собой суд, и фактически арестовывают наше имущество. Я считаю данные действия незаконными, преступными. По статье 365 Уголовного кодекса мной подано соответствующее заявление устное по телефону в Липецкий райотдел. На сегодняшний момент оно зафиксировано, и дальше мы будем добиваться внесения этого заявления в единый реестр преступлений, и пускай досудебное следствие, суд, разберется, кто в данной ситуации прав, а кто виноват. Также хотел бы отметить, что на сегодняшний день Антоном Герасченко, помощником министра внутренних дел в социальной сети Facebook делаются голословные заявления. А именно, обвиняются физические и юридические лица в совершении преступлений, контрабанда, неуплата налогов без всяких оснований. Ни единого доказательства и ни единого уголовного производства по данным фактам не возбуждено. Я считаю, что это просто болтовня. Указания на то, что здесь находятся ядохимикаты, не соответствуют действительности. Груз, который был временно изъят в уголовном производстве в возбужденном Липецком отделом милиции. После того, как суд отказал в аресте данного имущества, оно было возвращено собственнику. А где пострадавший милиционер, скажите? Мы разберем советы. А вы кто? Я спрашиваю, вы кто? Вот и я спрашиваю, я тоже гражданин. Я хочу узнать, на каком основании происходит задержание, задержание и фальсификация. Мониторить деятельности, деятельности. Вот мы, пожелаемое удостоверение, спрашиваю, вы кто? Покажите, пожалуйста. Вы что, Мукачева второго хотите? Что вы тут машину арестовываете? Кто? Кто именно хотите? Я говорю, кто, кто? Где работник милиции? Где неисполнение? Это вам объяснение, это вам объяснено. Ну, если у вас не хватает юридику понять, что это такое. Наверное, да. Слишком много, наверное, сейчас удостоверение. Я говорю, мы гражданская организация. Здесь происходят следственные действия, вы мешаете. Нет, нет, я не снял. Можете посмотреть? Эй, мужчина, мужчина, покажите, пожалуйста. Снимайте работника милиции, покажите, пожалуйста, свое удостоверение. Ваше репортерское удостоверение, людей в Балаклавах, пожалуйста, тоже. Кто вы такой? Все сюда. А вы кто? Кто вы такой? Я гражданин Украина. Я гражданин Украина. Центр общественной связи. Я сотрудник милиции. Я просто следственные действия. Я не вижу. Я показал. Какое отношение вы имеете к данному товару? Я не имею отношение к стране Украины. Мы реагируем. Мы реагируем. Мы реагируем. Не мешайте, пожалуйста, свои документы. Решение отсутствует. Ваши документы, предъявите, пожалуйста. Я предъявил. Я не удивил, что на милиция. А кем мы еще раз? Кем вы? Вы люди там милиция. Ну и что? А я гражданин Украины. А что вы тут? Учу скидок или что? А 20 человек? Послушайте. Не мешайте. Послушайте. Про 20 долларов скупа. Про 20 долларов скупа совместно с работниками ГАИ, работниками ВХСС. Завтра узнает Аваков. Это во-первых. А можно, чтобы он сейчас узнает? Узнайте сейчас. А можно сейчас? Да не надо тут здравить, что ты другой. Мы же Мукачева намутили, понимаешь? И сейчас такого же хотите. Какого такого? Да не гуляй широко. Не надо тут. Не надо тут. Никто тут гулять. Какое отношение? Вы крышуете к этой параметке. Это ваш товар? Нет. Не ваш товар? Я гражданин Украины. Это ваш товар? Я справлюсь. Я гражданин Украины. Я хочу понять, на каком основании ты заводишься на контрабандный, контрафактный товар. Какой контрафактный товар? Я хочу посмотреть. Есть решение суда? Какого суда? Если вы не мешаете суда отношения, то что вы делаете? Покажи мне решение суда. Адвоката. Решение суда мне покажи. Адвоката есть. Отлично. Пацаны, пройдем. Куда пройдем? Куда пройдем? Да не надо мне проходить. Говори, бля. Не, пацаны. Говори. Из-за Мукачева никто ничего не говорит. А как не говорить? Не говорили бы, не говорил бы. Апеллируете это? Понял? Да апеллируем, конечно. Почему? Куда годится? Где работник милиции, который разбил машину, кулаком, имитирует это. У вас есть пакет на сколько данного препарата? Причем тут препарат? У вас есть пакет на исполнение? А у тебя есть разрешение, чтобы начальник милиции? Кидался, блядь, кулаком пил на машину. Блядь, мебель. Есть? Да. Регистрационный номер дела. Не вопрос. Не вопрос. У вас зарегистрировано дело. Вы говорите, конечно, да. Ласенко Сергеевна, выделяю областного штаба мониторинга милиции. Отлично. Вот мои вопросы, которые должны нас защищать. Не защищать. Меня сюда пригласили. Покажите, пожалуйста. Меня сюда пригласили. Я видел копию решения закона. Они приехали с неизвестными милициями и пытаются помешать законным действиям сотрудничества милиции. Хозяйственные вопросы меня абсолютно не интересуют. Ребята. Я вам заявляю, что открыто уголовное производство. Номер его 12. Если можно. 0,15. Я не запущу. Да. Потому что это все будет проверено. 12. Если вы не против. Я настаиваю даже на этом. Я понимаю. Мы подаем. Ты же видишь, мы сдаем абсолютно. Я хочу понять. 12. 0,15. 22. 0,43. Что такое решение? 0,00. Я еще раз говорю. 27. 84. Статья 177. УК Украины. Суд послушайте. Это не контрабанд. Суд, я знаю, как он отвечает. Вы на контроле милиции. Вы не знаете? Нет. Я не знаю такой статьи. Пожалуйста, откройте закон. Назовите ее. Откройте кодекс и прочитайте. Я не следователь. Поэтому, пожалуйста, я вам предоставляю всю необходимую информацию. Что инкриминируется в данный момент? Объясняю. Незаконное использование, производство, перемещение и реализация на территории Украины продукции, права на которые... Я понимаю. Вот теперь немножко стала приоткрылась завеса того, что вы останавливаете товар и инкриминируете всем такую статью. Что значит инкриминируете всем такую статью? Всем кому? Ну, по крайней мере, я сейчас слышу, что у вас заведено дело по этой статье. Открыто производство. Открыто это самое. Есть ли у вас факты по другим производствам такого же типа товара? Нет, да? Мне такое неизвестно. Неизвестно. Но я всего лишь от курсора ученик. Именно под... Придет адвокат с решением суда. Вот давайте говорить об этом. Я заявляю, что адвокат придет с решением суда в рамках уголовного производства по статье 227. Введение в обеих небеспечной продукции. В настоящий момент предметом данный товар является по статье 177 Уголовного кодекса Украины. И ни в коем случае не по 227. Также хочу дополнить... Что? Дополнить. Дополнить. Дополнить, да. Дополните. Продолжаем. Также хочу сообщить о том, что решение суда Харьковского района, сотрудниками Липецкого района было исполнено. И данный товар был вернут хозяевам. Где хозяева? А вы кто? Ну сейчас будут хозяева вернут. Так им вернули. Так им вернули. Покажи решение суда ребятам, уважаемым. Кстати, прошу отметить, что данного человека несет перегаром очень сильно. Да послушай, а тебя тоже несет, ты не поймешь всем. Да не послушай те. Да, я пойму. Ну вот и я пойму. Ну хорошо. Ну хорошо, что дальше? У вас есть какие-то вопросы? У тебя ко мне есть вопросы. У меня к вам нет, вы свободны. У меня к тебе нет, и ты свободен. Я здесь исполняю свои обязанности. Ну да, а я тоже здесь, как гражданин Украины. А вы здесь препятствуете, естественно, сотрудниками милиции. Я хочу находиться, понимать, что происходит. Я не хочу конфликтов в родном городе. Понял? А ты не сценируешь их. Понимаешь, кто ударил машину в стекло, покажи мне. Данная машина совершила наезд на сотрудника милиции. На какого? На сотрудника милиции. Покажите сотрудника милиции. Сейчас приедет ГАИ, сейчас приедет скорая помощь, все все увидят. Я вообще не сиди. Все покажем. Вы в право сектора. Кстати, о том, как данный автомобиль... Вы в право сектора, вы вот этим говном занимаетесь. Хочу обратить внимание, что о том, как данный автомобиль наехал на сотрудника милиции, зафиксировано у представителя компании перевозчика. Я могу предоставить, пожалуйста. Ухвала суда раз. Ухвала суда два. Можете посмотреть. Задоволение, клопотание заступника начальника. Видмов этой. Ну, вы меня снимаете или документы? Ну, так давайте же это делать в рамках УПК. Ну, уважаемые оперуполномоченные. Исключительно действуем в рамках УПК. Ну, так если в рамках УПК... Правильно. Но если в рамках УПК нам был возвращен товар. Будет доказано о том, что я не действую в рамках действующего законодательства, я готов за это понести нахожусь. Так и будет, да? Вам было продико. У кого броня толще, тот и сильнее. Вы записали? Вы так хотите подходить к вопросу? Скажите, пожалуйста, вы на стороне закона? Я как раз именно на стороне закона, а не на стороне того беспредела, которое вы сейчас устраиваете. Если вы будете препятствовать хозяйственной деятельности и развитию экономики на Украине, я еще, кроме этого, помощник депутата. Отлично. Какого депутата назовете? Семенухи, Харьковского. Отлично. Скажите, а вы помощник позафракционной, чем в какой политичной партии выступаете? Для меня это вообще не имеет никакого значения. Я все можно про это посчитать. Конечно. Тогда можно в каком-то смысле сказать, если вы правый сектор, то мы соратники. В некотором смысле. Ну то, что вы сейчас делаете, это бескредит. Кто вы такие? Что вы кажете, что народный депутат, как вы сказали? Да при чем есть народный депутат? Эта политическая фракция не представляет, допустим, сейчас всей... Скажите, пожалуйста, ваша организация для чего создана? Не важно. Политика вообще здесь не важна. Я говорю сейчас о другом. О статусе. Ваша организация для чего создана? О том, что мы можем поднять этот вопрос гораздо выше, чем вы думаете. Ваша организация для чего создана? Защищать закон? Наша организация защищает граждан от беспредела чиновников. А вы являетесь представителем закона. Милиционер это не гражданин? Когда он исполняет свои обязанности, он не гражданин. Он лицо, которое в первую очередь публичное. То есть вы считаете, что если человек отдел формы милиционер, он уже не гражданин, и соответственно он в любом случае нападает на обычного гражданина? Я считаю, что милиционер тем более должен исполнять законы. А вы не считаете, что милиционер должен стоять на страже закона? Потому что в ваших руках оружие и власть сейчас. А вы не считаете, что любая общественная организация обязана? А вы пользуетесь оружием и властью сейчас не по назначению? Ни в коем случае здесь нет ни единого оружия. Это раз, я прошу это заметить. Здесь только выполняются законные действия. И мы требуем и просим обеспечить нам законное расследование данного уголовного дела. И чтобы нам не препятствовали. То, что я увидел, для чего вы меня пригласили, подтвердилось. Это ваше право. Вам было предоставлено номер уголовного производства, вам были предоставлены все мои данные, вам была рассказана ситуация. Это слово. И у вас остается два варианта. РДР легко сейчас регистрируется. Согласно УПК, любое заявление в течение 24 часов обязано быть внесено. Это называется мзда на дорогах. Нет, ни в коем случае. Это мзда на дорогах. Ни в коем случае. И мое мнение именно... Это называется незаконное перемещение запрещенного препарата. Меня пригласили сюда, чтобы рассмотреть... Я понятия не имею, с кем вы приехали. Я единственное... Фамилия, имя, отчество ребят, которые вас пригласили. Естественно, я родился в Харькове и вместе с ними тренировался просто. И меня позвонили, сказали, такая-то ситуация. Вы знаете, кто это за ребята, которые приехали? Я знаю, что за ребята, я им доверяю, я понимаю эту ситуацию. Тем более, мне сказали, что все подкреплено решениями суда. Решение суда я... По данным уголовному производству нет ни единого решения суда, позволяющего им забирать товар. Ни единого. Согласно УПК, следовательно, имеет полное право изъять продукцию и на следующий день обязан в суде подтвердить законность изъять. Средователь имеет право всегда больше, чем любой предприниматель и тот, кто занимается обеспечением экономики Украины. Абсолютно с вами не согласен. Посмотрим дальше. Товарищ Малин, можно я прокомментирую ваши слова? Позвольте, я закончу это слово. Я предлагаю исключительно вести наше с вами общение в правовом поле. Мы будем в кабинетах с вами встречаться. Мы можем с вами встречаться где угодно. Здесь бесполезно. И подкреплять документы. И тем, кто вам позволяет, это делать. И только суд в праве решить. Безусловно. Правильно? Вы согласны с этим? У вас есть решение, как я понимаю. Вы согласны с этим? Я не представляю сторону потерпевших на данный момент. Вы согласны, что только суд имеет право решить? Но опять являются потерпевшими предприниматели, которые отрубят людей в форме. Пожалуйста. Можно прокомментировать ваши слова? Как я мог запретить? Спасибо. Только что гражданин Мариев, который является работником милиции, сказал, что нет ни единого решения суда, которое позволяет собственнику забрать свой груз. Я еще раз поясняю. После того, как суд отказывает в наложении ареста на временно изъятое имущество, которое было изъято в рамках уголовного производства, согласно статье 173 УПК, имущество подлежит немедленному возврату собственнику. Немедленному. Это было исполнено? Это было исполнено. Далее вы, без поручения следователя, просто предъявив удостоверение работника милиции, с помощью, вступив в сговор с вот этими двумя работниками ГАИ, Беличенко и Бондаренко, остановили незаконно, без причины остановки. Работники ГАИ до сих пор не могут пояснить причину остановки. Остановили машину, заблокировали ее и не дают собственнику в рамках статьи 173 УПК, свободно перемещать свой груз. На сегодняшний день я считаю, что это преступление, предусмотренное статьей 365 Уголовного кодекса. И правильно говорит гражданин Малек, все должен решать суд. Но в данном случае он пытается подменить с собой суд. И сказать, эту машину я арестовываю. Я оперуполномоченный, у которого нет, кроме удостоверения, никаких документов, которые в обязательном порядке предусмотрены. Подожди, придет время, придет время, дружище, придет время. Я вам не дружище. Придет время, не дружище. И ты мне действительно не дружище. Я хочу сообщить, что данный автомобиль с данными номерами, прошу, пожалуйста, заснять эти номера. Данный автомобиль с данными номерами проходит по криминальному проваджению, по уголовному производству. В заявлении указан данный автомобиль для изъятия товара на сутки решение суда не является обязательным. Научите своих адвокатов читать и разбираться в документах. А ты работник милиции? Ты киндю хотел вот такой? Ты офицер или кто? Или кто? Или кто? Это не позор работника милиции. Ты понимаешь или нет? Пусть меня выгонят. Ну так пусть выгоним. Выгоним дело времени. А вы кто? Выгоним. Да разберемся, кто мы. Гражданин Украины. Не я выгоню. Украина выгонит. Понимаешь? Народ Украины выгонит. Фальсификаторов, воров, взяточников. Выгоним. Я искренне надеюсь, что вы человек, который имеет отношение к данному товару, не относитесь честным порядочным. Я имею отношение к этой березе, к этому воздуху. Понимаешь? Я гражданин Украины. У меня есть информация по поводу того, что прокурор, сотрудник прокуратуры. Где ваша машина? Что быть спокойно. Нам просто сказали, что вы сотрудник прокуратуры. Нет, нет никакой. А, ну если не секрет. А? Да я, конечно. Ну, говорят, что вы представляли бывшим сотрудником прокуратуры о бывшем. Я так понимаю, а что правда? Деду 70 лет. Ну какой сотрудник прокуратуры? Ну посмотрите на него, он еле ходит. Ну ладно. Он сам же подтверждает, что бывший сотрудник прокуратуры. Ну, пенсионер, а не бывшего сотрудника. Здесь есть следователь с Липецкого райотдела. Где он? Можно его увидеть? Я не могу понять, если не секрет, а на чьей стороне это... Мы не можем понять этого. Вот мы здесь все находятся уже много часов. У меня вопрос. Кто будет разбираться с данным транспортным средствам, в котором находится груз? Сейчас едет на... Как ваше звание? Майор милиции. Да, товарищ майор, сейчас сюда едет представитель следственного управления. Так. Следственного управления. Мы сейчас сюда приедем, мы ему сейчас доложим как бы большинстоящему. Машинку мы возвращаем, заезжаем мы сейчас сюда на отделку. Она уже осмотрена, насколько мне известно. Насколько мне известно, она не осмотрена. Она просто, что есть номера, есть все. Она осмотрена, есть по такому осмотру следовательно. Она открыта, грудь досмотрена. Грудь досмотрена. А вы знаете, что согласно УПК, асметр проводится по управлению следующего судья. Да. 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 Мы можем только машинку, ну, и изъять, и поставить, печатать, ну, и поставить. Вот. Вот мне просто интересно, кто это будет делать и когда? Вот сейчас подождем следующий вопрос. Все, ну, и мы это... А можно еще на последний вопрос? Я больше не буду задавать вопрос, потому что это бесполезно. Уголовное производство по статье 177 открыто где? В областном управлении или в Липпинском МВ, Карьковском РВ, МВСУКО? Как поступила команда, ну, все вот эти, ну, ошибка была, ну, нашего райотдела, что мы не доложили, но, что было возбуждено по материалам сотрудников, ну, по области, ну, не доложили. Оно не было возбуждено по материалам сотрудников, оно было открыто по заявлению компании, правообладателя. Я не видел, я приехал, ну, я нахожусь к Марифе, но Липпци нахожусь за 7 часов утра, я не видел этого производства. Я просто думал, что в 21 веке существует бобильная связь, и это все можно выяснить в течение двух секунд. Выяснить? Я ни в коем случае не хочу не говорить, здесь никого винить, но у меня один вопрос. Столько часов здесь стоим? Я подъехал 15 минут назад. Товарищ майор, а скажите, пожалуйста, вот, можно ли, вот скажите, работать у милиции, вот так вот стекло кулаком видеть? Я следователь? Вы, товарищ майор, представитель органов власти, милиции. Посмотрите, разбито стекло, можно такое делать? А чем это было разбито? Кулаком. А с чего вы это взяли? Водитель это видел, и я это лично видел. Я лично это видел. Для этого, для этого вызвано. Я представитель собственника. Вы что, со мной разговариваете, а меня заслужили? Для этого вызвана следственная оперативная группа, для этого вызвано ГАИ, для того, чтобы они разобрались в данной ситуации. Вот, 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 работники ГАИ. А, вы говорите мне это уже три часа подряд. Три часа подряд. В данный момент, вот, видите, вас тоже интересует, три часа подряд. Мы сейчас ожидаем работников ГАИ, которые, приемлемо, будут охранять с начала на ДТП на езды на работника милиции. Три часа подряд. Продолжение следует... Продолжение следует...